Вот прошел, я у них все спрашиваю, вы что-то собираетесь там, это, жениться-то? Аргумент был такой, что очень много времени занимает подача заявления, им некогда. Я говорю, ну хотите, давайте я, раз вам некогда, я пойду. Вы согласны? Да, согласна. Ну, я пошла, подала заявление, пришла и говорю, у вас, уже не помню, 30 сентября свадьба. Этого категорически было делать нельзя. Выбор должен быть ни мамин, ни бабушкин, ни дедушкин, ни чей. Это чистое дело этих двух людей. Инколи людям складно висловлювати те, что они думают, или чувствуют на самом деле. Например, за фразой «немае часу піти до Раксу» может приховываться небажание одружуватися в принципе. И это не привид втручатися в життя дорослої дитини, когда вас не просят. Памятайте, счастье каждой люди – это ее особистая ответственность. Ну, кто же знал, что так закончится? Что произошло конкретно, что вот они развелись? Они переехали в Лешину квартиру. Квартира была в состоянии подвала, потому что там эту квартиру много лет сдавали. Все деньги, что она заработала, они потратили на ремонт и полностью отремонтировали квартиру. Конфликт у них произошел из-за денег. У них и были какие-то терки. Прихожу, Света такая, ну, лицо у нее какое-то, знаешь, недовольное, напряженное. Вот я хочу уйти, я хочу то, я хочу все. Я говорю, ну, ты молодец. Сначала он жил у нас, да, на счет, потом ты всю свою зарплату вбухала в эту квартиру. А теперь ты хочешь уйти. Ой, что-то эта техника, что мне, что мне теперь мучиться? В чем проблема у них была? Проблемы в общении, проблемы… Он ее там бил или нет, что там было? Я так поняла, что он очень жадный. Что-то надо, а он машину себе покупает, себе, понимаешь, как? Или еще что-то… Он иждивенец. Так у нее это все накопилось. Просто человек пришел ко мне домой с кульками и с двумя детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова